Горбачёв признал ошибки в антиалкогольной компании 30-летней давности. Последний глава СССР признался, что почти сразу заметил, что что-то идёт не так. Я когда ездил по стране, заметил, меня везде женщины поддерживали, а вот мужики наоборот. Горбачёв откресился от вырубки виноградников, которую часто ему ставят вину, и подытожил. Считаю, алкогольная компания всё-таки была ошибкой. Вытврезление общества нельзя проводить наскоком, на это нужны годы. Вот с этим не поспоришь. Землетрясение может разрушить 650 многоквартирных домов в Улан-Удэ. Такой вывод сделали учёные на недавнем совещании с главой Бурятии. По их данным, в нашей республике землетрясение в 7 баллов случается раз в 2 года. Каждые 10 лет 8-бальные, каждые 50 лет до 9 баллов. Однако статистика особой роли не играет, так как разрушительные толчки могут случиться в любой момент. Улан-Удэ относится к зоне возникновения 8-бальных толчков. При этом немалое количество зданий здесь и в других городах региона были построены в 50-е и 60-е годы без учёта реальной сейсмоугрозы. Бурятия вошла в список регионов-аутсайдеров по выполнению указа Путина о детсадах. По оценке экспертов ОНФ, в республике 22% детей лишены возможности посещать дошкольные образовательные учреждения. Наряду с Бурятией к регионам-аутсайдерам относятся республики Ингушетия, Дагестан, Карачаево-Черкесия, а также Омская и Новосибирская области. В Улан-Удэ появится сеть велопарковок. Специальные места для остановки велосипедов в первую очередь будут оборудованы рядом с вузами, а также на площадках крупных торговых центров. Улучшением условий для велосипедистов занялась общественная организация «Веломания-03». Лидер движения Зоя Ангара вместе с единомышленниками выиграла грант администрации Улан-Удэ, направленный на поддержку здорового образа жизни. Горячее водоснабжение будет включено в домах, подключенных к ТЭЦ-1 в воскресенье 17 мая. Вода должна быть подана по графику, несмотря на двухдневную задержку с отключением, заверил сегодня на планерном совещании замруководителя железнодорожного района Базар Батажаргалов. В регионах, питающихся не от ТЭЦ, а от котельных, отключение горячей воды произойдет чуть позже, сообщает Байкал Дэйли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова